Добрый день! Сегодня я расскажу вам о триммерной леске, так как сезон ее использования уже у кого-то начался, а у кого-то скоро начнется. О вариантах косильных катушек и насадок, которыми я пользовалась, я рассказывала в прошлом видео, можете посмотреть его по ссылке в описании. Здесь же вы как раз видите рабочие насадки, которые я чаще всего использую. В прошлом году проводила эксперименты, общалась с знакомыми зрителями своего канала о том, какую леску выбрать, и в итоге мне посоветовали крученый квадрат с сердечником. Но в наличии у нас в городе такая была только толщиной 3 мм. И я решила испытать леску без сердечника, но толщиной 2, 3 и 4 мм, более доступной в магазинах. И сейчас я поделюсь с вами своими выводами. Вся эта леска, которую вы видите, подходит для разных видов косильных насадок, но есть свои нюансы и особенности, о которых я все расскажу. Итак, начнем с двойки. Это леска толщиной 2 мм, довольно хорошая, но для молодой травы. Удобнее всего ее использовать со стандартной катушкой триммера. Вот такой я оставляю концы лески по 30 см примерно, и с такой длиной она косит хорошо и быстро, не наматывается на катушку и справляется легко с молодой травой. Также с такой леской нагрузка на редуктор и вибрация были минимальными. Если у вас возникли вопросы по поводу длины отрезков по 30 см, поясню, что кашу я без защитного кожуха, но в защитной маске. С алюминиевой насадкой не очень удобно использовать такую леску, так как будет узкая полоса кошения при использовании более коротких отрезков лески, а если использовать длинные, то она накручивается на насадку и приходится ее разматывать. Также есть сложности с фиксацией такой лески в насадке. Чтобы она хорошо держалась, можно добавить толщины за счет кусочка лески, толщиной, например, 3 или 4 мм, либо эту двойку сложить несколько раз и таким образом уже зафиксировать в такой насадке. Отверстие здесь достаточно большое. И такую леску толщиной 2 мм лучше покупать, если вы косите только газон или траву-мураву. Далее леска толщиной 3 мм. Она легко косит разную траву, не только молодую, и она более износостойкая. Хорошо подходит как для стандартной катушки, так и для алюминиевой насадки. Для стандартной катушки я оставляю концы примерно 15-25 см. И удобство в том, что долго можно не менять леску, а просто вытягивать ее из катушки. А с алюминиевой насадкой я использую отрезки длиной как раз по 35-40 см. И при использовании такой лески нагрузка на редуктор и вибрации уже чувствительны, особенно в момент одностороннего обрыва лески. И леска толщиной 4 мм. Удобство ее в том, что она косит практически все зеленое, толстые лопухи, но поросли вишни, например, небольшой толщины, она уже не срежет. Подходит уже только для вот такой алюминиевой насадки, так как в катушку уже не вставляется. Можно, конечно, увеличить отверстие, например, рассверлить, но много в такую катушку все равно ее не накрутишь. Такая леска очень износостойкая. Отрезки я использую такие же длиной 35-40 см. И с любой такой леской есть такой момент, что ее грани стираются и качество кошей не ухудшается. Поэтому при использовании стандартной катушки я просто обрезаю концы кусачками, но так, чтобы сохранить одинаковую длину кончиков с двух сторон, чтобы не было вибрации. А при использовании вот такой алюминиевой насадки я обычно кошу сначала одним отрезком лески, Затем, когда грани на концах стираются, беру еще один отрезок. И когда грани там тоже стираются, из двух таких отрезков я делаю один. Покажу вам на примере вот таких кусочков. Это как раз были отрезки, у которых стерлись грани. С одной стороны я отрезаю стертые грани, и остается, соответственно, вот такой кончик уже удобный. И у второй лески делаю то же самое. Затем фиксирую в насадке эти отрезки вот таким образом, чтобы кончик вот здесь показался. Плотно фиксирую и снова продолжаю косить. И несмотря на то, что эти кончики уже такие искривленные, в процессе кошения на большой скорости они выпрямляются и хорошо косят дальше. Покупаю я обычно вот такие упаковки лески метров по 60. И в данном случае от прошлого сезона у меня осталась леска вот такая толщиной 3 мм. Буду рада, если эта информация будет кому-то полезной. Задавайте свои вопросы в комментариях. Делитесь своим мнением, советами и наблюдениями. Спасибо за внимание. Всем пока!